Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Бусановский. Я хочу, чтобы вы меня сейчас услышали, как мы будем далее изучать Котлин. Мы уже довольно много изучили, да, по крайней мере, 22 курса. Значит, на данный момент, ребята, вполне нормальное состояние, что вы плаваете. Это вполне нормально. Почему? Потому что, как вы заметили, мы пошли совсем, ну, немножко другим путем. То есть, основная моя задача была в этих 20 курсах познакомить со всем Котлином, да. То есть, мы... Стоп, начну с другого. Основная задача была, чтобы вы начали писать все, весь Котлин, в пределах функций. Потому что, грубо говоря, хотя пусть в классах, но это будут методы, это те же функции, да. Потому что функция – это рабочая лошадка, по крайней мере, тех языков, которые мы изучаем. И мы набиваем руку, мы изучаем синтезис. Но, кроме этого, была задача, чтобы мы прошлись по всему, да. То есть, первое, как я еще раз повторяю, была основная задача, чтобы вбить, чтобы мы делали в пределах функций все, да. Тогда весь язык, просто мы тип данных рассматриваем в пределах функции. Что-то делаем в пределах функции. И тогда мы набиваем хорошо руку. Кроме этого, познакомились со всеми вещами, да. То есть, переменными, классами, нулем и так далее, и так далее. Но, по сути дела, прошлись по классу. И у вас в голове должны быть, по сути дела, на данный момент, да, писать вроде как могу. Но, пока каша. Абсолютно нормальное состояние. Значит, смотрите. Далее мы поступим следующим образом. Сейчас мы вернемся назад. И только в сумме, в сумме, да, повторим то, что мы прошли, именно азы. Я прочитаю, не обязательно сейчас особо вникать, да, мы все это пройдем. Коротко. То есть, переменные, типы вывода, основные типы данных, функции, пакеты, импорты, строковые шаблоны, диапазоны, петли, обработка исключений, создание экземпляра класса, модификаторы видимости, контроль потока, нулевой синтаксис, типы иерархий. А вот if, else и trueexempt, то есть мы отдельно не будем. Где-то он будет встраиваться. То есть, тут нечего отдельно проходить, это все понятно. Немножко необычно, но поясняю еще раз. Эта документация, она, вот эти, отличается от того, что предлагает официальный сайт. Потому что их задача дать справку, а моя задача, чтобы вы начали писать. Ведь мы хотим реально писать, согласитесь, для этого надо четкое понимание языка и четкое овладение в нем, плавание в нем. То есть, грубо говоря, вот как вы говорите, по-русски вот просто вот так, чтобы он нами воспринимался. Значит-то, смотрите, так, смотрите, сейчас мы повторим основы. Особое внимание мы будем сейчас делать, да, возможно, кто-то скажет в этот момент... Ой, подождите, у меня кошечка-комментатор, надо закрыть дверь. То есть, грубо говоря, смотрите, ранее мы прошли довольно много уроков, да, что-то, не что-то, а изучая, чтобы как-то вот увидеть этот язык, да. А следующим этапом нам надо понять, то есть, осознанное написание. Для этого мы сейчас будем, ребята, особое внимание уделять уже синтаксису, да. То есть, как записывается, анализировать. Вот на этом этапе я вас попрошу не просто проходить уроки, а потренируйтесь. Именно, вот, выполняйте домашнее задание. Попишите 10-5 раз, ну, чтобы достигнуть на этом этапе свободы написания простых конструкций, чтобы вы не сидели, грубо говоря, когда понадобится, ну, например, написать if-else конструкцию. Сейчас я поясню, что, ну, вообще, что я от вас хочу. Вот. Ну, к примеру, да. Когда понадобится написать конструкцию if-else, чтобы вы там не сидели, не чесали затылок и думали, а где там ставятся скобки, а как записывать. То есть, у вас уже должно отложиться, что конструкция записывается, допустим, в фигурных скобках и в так, и в одном месте, дальше else. Значит, если есть выражение, оно заключается в круглые скобки, обязательно возврат, return вернуть, да. То есть, именно я хочу, чтобы вы сейчас поработали вот этот момент, когда мы будем проходить все только коротко, да, но вы обратили внимание на сам синтексис. Грубо говоря, нам надо подготовить вот эти основы, то, что мы проходили, закрепить. Ну, а дальше, ребят, на самом деле все банально просто. Все банально просто. По сути дела, дальше нам надо будет разобрать всего два блока, да. Ну, то есть, функции. Функции. Мы рассмотрели несколько. На самом деле, очень сильно развито функциональное программирование в Kotlin, и взято это с многих языков, и оно очень широко. Мы еще раз функции рассмотрим, и понятно, что потом классы. Но классы мы будем, если мы сейчас зацепили классы, да, как таковые. То есть, научились уже писать классы, то потом мы уже пойдем обращать внимание на простые вещи, допустим, такие как наследование и так далее, и так далее. То есть, мы начнем работать с классами таким образом, то, что мы будем использовать реально в программировании. По сути дела, я предлагаю изучение языка, грубо говоря, из трех блоков, да. Сейчас мы основы, функции, классы, все. Дальше, какие-то мелочи, допустим, там, прописание нуль в классе, проверки, все это будет браться вот с этих мелочей. Где-то добавляться что-то я где-то, допустим, не упомяну, но в этом я уже буду понимать, что когда вы знаете вот этот базовый материал, остальное вы уже просто посмотрели, разобрались, это уже пойдет, хочешь не хочешь. Основа, еще раз говорю, основа моего метода. В школе есть люди, которые пишут за полгода, вот начали писать на двух языках. Основа моего метода заключается в том, что я говорю, что, ребята, основа, надо рассматривать язык. Язык в пределах функций. Что это значит? Это значит, что мы, например, изучили функцию, хорошо, изучаем тип данных, напишите вы его в пределах функции. Если вы изучаете нуль, напишите его в пределах функции, потому что, в конце концов, вы же, когда будете писать программы, будете писать либо классы, либо функции, либо те же функции в классах, то это будут только называться методы всего лишь, поменяют название. И вторая часть, ребята, моей техники изучения языков, это изучение по меньшей мере двух языков. Я предлагаю Python, а второй Kotlin на самом деле это открывает в мир любых языков. Почему? Потому что уже любой другой язык вы можете легко изучить, потому что, когда вы, например, изучаете Python, который я предлагаю, ну, там вообще материал начала для самых новичков, да, в школе, Python, Django, то база у вас заложена. База у всех языков абсолютно одинаковая. А уже как оно записывается, что записывается, это уже дело попроще. Давайте я вам приведу пример совершенно реальный. Я не знаю, влазит сейчас видео. Да, вроде браузер должен влазить сейчас. Значит, смотрите, хочу обратить внимание на ту вещь, чтобы она вас не пугала. Вот буквально Сергей Асачи написал, вот я оставлю это, да, написал вот в группу, да. То есть, грубо говоря, я перескажу на словах, вы сами прочитаете. Вот он пишет, когда я вообще Котлина начал изучать, потому что я объясню, почему мы изучаем Котлина. Ребят, давайте я пока оставлю это сообщение, сейчас поясню. Многие новички как задают, какой язык учить, да. По сути дела, все эти вопросы, они неверные. Понимаете, даже если вы, ну это я такой умный стал через 9 лет, даже если вы спросите себя, а что можно написать там на том или ином языке, то все равно, опять же, ответ будет не совсем верный. Почему? Потому что вот буквально, наверное, через лет 7 после начала изучения я понял, что выбирать язык надо не потому, что там можно написать, допустим, программу там или веб-сайт. На Python вообще все можно написать, все что угодно, да, что вы не перечисляете, там, веб-сайт, веб-сервис, программу и все, и так далее, и так далее. Надо по рынкам. Есть рынок веб сейчас, да, веб. И есть рынок мобильный. И по сути дела, если мы хотим делать продукты, да, какие-то, то нам выгодно выбирать язык по рынкам. Python нам покрывает весь веб. Kotlin нам покрывает полностью мобильный рынок. То есть, по сути дела, изучая эти два языка, во-первых, мы получаем понимание языка в целом, во-вторых, мы четко можем, изучая два языка, потом любой третий уже совершенно быстро освоить, потому что принципы везде одинаковые, да. В-третьих, в принципе, мы готовы работать с абсолютно любыми вещами. Сюда, если еще добавить, там, допустим, такие уже простые вещи, как JSON, да, это уже связывающие вещи для всех языков, то есть протоколы передачи. То, по сути дела, там, GC, а GC, тот же Kotlin и тот же Python поддерживают полностью, да, то, что нужно для всех, там, по чуть-чуть. Все, мы можем браться за любые продукты. Поняли, да? Итак, еще раз, в контексте, не в контексте, неправильно сказал, еще раз говорю, ребят. Итак, мы с вами прошли сейчас довольно много курсов, уже там больше 20 курсов, коснулись его языка. На данный момент, по сути дела, у вас должно быть состояние немного плаваю. Понимаю, но плаваю. Это нормально. Почему? Потому что, еще раз повторяю, моя задача была сделать так, чтобы, в принципе, вы начали писать функции, да, вы познакомились со всем, с основами всего языка, то есть с классами, с методами, с типами и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, влили в язык. А теперь нам надо, грубо говоря, представьте, вот такой большой шар, и вы в него влазите. Ранее мы на этот шар, на этот шар, да, смотрели вот отсюда, да, вот отсюда, то есть в шаре есть, там, мы знакомились, там, с кла, ну, грубо говоря, можно все перечислять, вот как я говорил, там, кла. Классы, методы, типы данных, нуль и так далее, и так далее. А теперь давайте попробуем сделать следующее, попробуем залезть в этот шар и посмотреть, а как же оно все устроено. Поэтому я говорю, сейчас, на данный момент, мы опять как бы, мы не отходим назад. Мы возвращаемся и пишем все, что мы прошли, но уже просто сжато, да, как вот конспект, вот когда вы записываете, да, потом посмотрели и все знаете уже, правильно? То есть основные идеи, да, мы пишем то, что мы прошли, сейчас опять повторяем, но обращая уже особое внимание на сам синтаксис, на то, как записывается, на то, что это делает. То есть, в принципе, на само производство языка. При этом нам будет довольно просто. Почему? Потому что сам язык, мы же все-таки 20 курсов уже прошли, сам язык нам уже, в принципе, известен, понятен, мы знаем, чего ожидать. Теперь давайте переходить к этапу осознания языка. То есть, прошли вот это, дальше уже, как я говорил, нам останутся два раздела основных, это функции и классы. При этом, ну, сейчас не будем трогать это, мы с классами уже встречались, но, говорю, далее мы уже будем говорить, вот, наследование вот так, можно вот так, вот так, методы вот так, вот так. То есть, я добиваюсь того, чтобы вы, мы с вами абсолютно реально писали, как это происходит в школе, да. Я вам дам почитать, почитайте вот примеры ребят, дам вообще ссылку на статью видео. Ну и, ребята, не забывайте, пока вы будете изучать один язык, вы не будете знать ни одного языка. Запомните это четкое правило. Как только вы начнете два языка изучать, вы начнете действительно знать больше языков. Почему? Потому что включается механизм сравнения. Ведь, по сути дела, по сути дела, все в языках перекликается, только записывается по-разному. Но, пока не задействуете механизм, которым, в принципе, у вас мозг на нем и работает, отличие, был на улице, зашел в дом. Тепло, да? В доме тепло, на улице холодно. Механизм сравнения, который вы используете каждый день. Так вот, пока вы, естественно, механизм сравнения не включите в изучение языка, никакого переосмысления или глубокого осмысления у вас происходить не будет. Сколько бы вы не дергались. В чем здесь моя цель? Чтобы вы смогли себя подготовить, то есть, мы с вами, вас, и я расту с вами вместе. Много профильных программистов, который способен взяться или разобраться абсолютно в любом вопросе. Договорились. Кто начал с этого видео, в описании есть ссылки. Вперед, все получится. Не переживай. Спасибо. Спасибо.